Иу, ты почему так рано встала? Твои богатые глазки же не выспались. Конечно же не выспались, но нужно собираться в школу. Иу, какая школа? Сейчас же карантин. Школа в планшете теперь. Оу, а как она поместилась в этот золотой планшет? Оу, ты такая необразовательная, вообще не разбираешься в технологичностях. Школа же сейчас онлайн. А это как онлайн-шоппинг? Ну почти только вместо товаров уроки. Вот через вот эту вот специальненькую программу учитель будет вести нам урок для нашего всего класса. В принципе, как и в обычной школе, уроки, расписания, домашка. Иу, зачем тебе расписание? А давай тебе наймем личных учителей и будешь учиться тогда, когда тебе удобно. Ты что, там же будут одноклассники, я и там никуда не хожу. Вот кому я буду показывать свои новые платья, цели украшения, которые я поназаказывала в интернет-магазинах. Иу, точно, ты гения. Пойду переоденусь в новое платье. Похвастаюсь, точнее, поздороваюсь с учителями. О, я так люблю миллионы. Мне срочно нужен миллион на онлайн-шоппинг. Хотя нет, куда я это все буду носить? Хотя нет, давайте лучше наберем миллион подписчиков на канале Дили Плей. Тот, кто подпишется, тот всегда будет миллионером. А еще никогда не будет болеть. И уж тоже еще можно попросить. Точно, давайте наберем под этим видео миллион лайков. Я такая скромная. Поставили? Спасибо, мои миллионеры. Сейчас, еще, наверное, пять минуточек, и все, точно встаю. Соня, Соня. У тебя во сколько первый урок? У тебя часов, а что? Так уже восемь пятьдесят пять. Да успею, еще же целых пять минут. А? Что? Пять минут? Смотрю, все на месте. Молодцы. Надеюсь, все здоровы. Ну, приступим к уроку. Сейчас я вам расскажу новую тему, а потом устрою устный контрольный опрос. Вы меня видите? Нет. И я вас тоже. Наверное, камера поломалась. Ну ничего, главное, что звук не пропал. Алло, а что вы говорите? Не слышу. Ну ничего, главное, что звук не пропал. Помехи какие-то. Наверное, планшет поломался. Алло. Какая досада. Как хотелось поучиться-то. Продолжим. Так, через десять минуту уже начнется урок. Нужно хорошенечко подготовиться. Вспомним, каким способом мы обычно пользуемся, проверяя гласные слабых позиций в приставке, в корне и в окончании. Ответит обжоринка. Обжоринка. А где обжоринка? Она же была. Да тут я просто ручку уронила. А, понятно. А зачем тебе ручка? Деи причастия – это особая форма глагола. В Деи причастия совмещены признаки глагола и наречия. Подобно другим формам глагола, Деи причастия бывают совершенного или несовершенного вида. Улыбаясь, например, это несовершенного вида. Вопросы, которые мы ставим... Ну, а теперь небольшой вопросик. Отвечать будет Лайфхакерова. А, точно. Лайфхакерова, я тебя спрашиваю. А, повторите еще один вопрос, потому что что-то заглючило, вас плохо было слышно. Благодаряю. Что такое Деи причастия? А, Деи причастия? Ну, это... Деи причастный оборот. Деи причастия может иметь при себе зависимые слова. Вместе с ними оно образует Деи причастный оборот. Например, в предложении. Сюда в море не выходили, отстаиваясь в гавани. При Деи причастия отстаиваясь есть зависимое слово. Зверева, это что за отвлекание на уроке? Сейчас прогул тебе поставлю. А у меня тут собака. Никаких собак. Познакомьтесь, это Джессика, моя собачка. Ой, какая миленькая, какая красивенькая собачка. Гуди, 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 Гуди. Пускай остается, пускай, пускай. Ой, какая хорошенькая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok